Минэкономразвитие разработало механизм изъятия участков за нарушение правил пожарной безопасности, в частности за нескошенную траву и мусор. Это следует из поправок в земельный кодекс и закон о пожарной безопасности, а также в гражданский кодекс. Они опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Прямо сразу что-то отбирать или что-то. Нет. Вначале должен быть порядок в садоводстве. Все прописано в уставе. За что можно наложить штраф, за что можно ограничить пользование своего участка. Трава растет, членские заносы не платят. Значит, они имеют право, допустим, на полгода. Но вначале предупредить, обосновать это, а потом приводить в действие. Совсем отбирать не надо. Иски будут инициироваться органами местного самоуправления. А после изъятия участка будут продаваться на публичных торгах. При этом нельзя будет забрать лишь землю, находящуюся в ипотеке или принадлежащую банкроту. Эксперты опасаются, что закон можно будет использовать для рейдерского захвата земель. Даже у нас это было одно садоводство. Его вот хотели прибрать к рукам. Он находится в таком месте, которое, так сказать, очень-очень-очень лакомое. И построить там. Вот здесь пошла уже борьба. И пошла не как-нибудь, даже с поддержкой оттуда властей. Они засыпали половину садоводства. Изымать участки будут не сразу. Сначала госорганы пожарного надзора должны будут зафиксировать нарушения. Потом они будут выдавать предписание владельцам, согласно которому эти самые нарушения нужно будет исправить за 6 месяцев. И только потом, по истечении полгода, будет происходить обращение в суд. Дело в том, что нескучные трава и сухостой, да, это пожар опасный. С этим я согласна. И я всегда садоводам говорю. Ну вот рядом с вами брошенные участки, да, ну уж как по силе возможностей попробуйте хоть чуть-чуть там эту травку скосить или как-то ее уменьшить, чтобы она не стояла во весь человеческий рост. Потому что этот пожар опасный. В случае пожара и вы пострадаете. После изъятия через полгода участок может быть продан на публичных торгах. При этом новый собственник должен будет привести землю в порядок, чтобы она соответствовала требованиям пожарной безопасности. Торги будут проводить несколько раз. Если сразу не удастся продать участок, то на повторных торгах цена будет снижена на 20%. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».